Мы сегодня заканчиваем разговор о приборах, о методах. Я надеюсь, закончим в половине пары. И если время останется, начнем уже об объектах. Вы помните, да, на чем мы остановились? Говорили о рентгеновской астрономии. Выяснили, что она вкупе с другими, с оптической, с инфракрасной, дает очень много информации. И мы ее иногда изображаем прямо на одной картинке, кодируя разными цветами. И можем при определенном опыте довольно много узнать, глядя на эти картинки, поскольку помним, или где-то тут справочная есть у нас табличка, какими цветами закодированы какие длины волн. И тогда можно расшифровать, где температура какая, какие химические элементы в оболочке сверхновой, например. Они очень интересные, потому что на Земле такой взрыв не устроишь, а в космосе мы можем наблюдать его последствия. Но хотелось бы еще дальше продвинуться в гамма-область и тоже получать картинки. Измерения в гамма-области давно уже происходят, а вот картинок получать до сих пор не удается. Но какие-то методы приходится изобретать, чтобы хоть что-то понять про гамма-диапазон. Гамма-кванты очень жесткие. Они либо поглощаются, либо протыкают все на свете. А сделать какую-то оптику, чтобы она сфокусировала поток, чтобы картинку создала, пока никому не удавалось. Но все-таки хочется что-то такое понять хотя бы, с какого направления, от какого источника приходят гамма-лучи. Потому что они важны, потому что прежде всего это жесткая радиация. Она может погубить космические аппараты, космонавтов. То есть надо как-то защищаться от нее. Ну и вообще, чем жестче, чем более коротковолновые кванты, тем в более высокоэнергичных процессах они рождаются. То, что на Земле не устроишь. Взрыв сверхновый, какие-то звездотрясения на нейтронной звезде, когда кора у нее ломается, магнитные различные взрывы на поверхности нейтронных звезд и так далее. Это интересно. Но как с этим работать? Пока придумали только такой метод. Это последний спутник в гамма-диапазоне, который у нас летает уже довольно давно. Он такой совместный. Видите, это наше, российское, НАСА и Европейское космическое агентство. Давайте, давайте, давайте. Тут есть телескопы косового, вы видите, вот эти вот кругленькие. Очевидно, это телескопы косового падения. То есть они в мягком рентгеновском диапазоне все-таки как-то фокусируют лучи. А вот это что за здоровенная такая структура? Это как раз гамма-телескоп. И вот работает он следующим образом. Ну, телескопом его, конечно, не назовешь, но некий гамма-детектор, который все-таки позволяет определить более или менее точно направление на источник. Хотя бы какие-то грубые... Ну, не картинки, ладно. Грубо позволяет определить направление. Это называется кодированная маска. То есть толстая металлическая плита с нарезанными на ней дырочками в определенном довольно хаотическом положении. Почему хаотическом? Ну, представьте себе, что на небе только один гамма-объект. Один мощный, ярко светящийся гамма-объект. Если мы просто поставим счетчик Гейгера, в который гамма-кванты попадают, счетчиков фиксируют, мы ничего не увидим. Если мы поставим много-много маленьких счетчиков Гейгера, знаете, да, что такое счетчик Гейгер? Ну, трубочка там, электрод, разность потенциалов. Если гамма-квант влетает, разряд происходит. То есть он только количество квантов считает. Тоже ничего не увидим. А если мы перед такой структурой, где много-много счетчиков маленьких, ну, грубо говоря, пикселей, поставим какую-то заслонку, ну, например, решетку, через которую в дырочке гамма-кванта пройдут, а в ребра уткнутся и не пройдут. Что нам покажет этот набор счетчиков Гейгера, пикселей, матрица? Он покажет просто тень от этой решетки, да? И по положению этой тени и самой решетки мы можем сказать, откуда пришел гамма-квант. Но с некоторой неопределенностью, потому что если это... Так, опять проблема, чем рисовать. Если эта структура решетки регулярная, а здесь у нас стоит детектор, то отсюда пришедшие гамма-кванты и отсюда пришедшие практически одинаковую картину нам покажет, только со сдвигом. А если мы, например, сделаем решетку фигурную какую-то? Ну, я не знаю, ну вот... Такие дырочки прорежем, да? То на детекторе получится такое же изображение. И ты его уже не спутаешь. Понятно, откуда оно пришло. Вот это и называется кодированная маска. Не регулярная, где сдвиг на один период ничего не меняет, а с каким-то осмысленным рисунком или с каким-то хаотическим рисунком, но заранее нам известным. Хорошо, но это если один гамма-источник на небе, конечно, тогда мы сориентируемся. Вот тень от дырочек, значит, понятно, где он находится. Если два источника, что будет? Ну, в разных направлениях на небе. Будет две таких. Их тени, да? Ну, тут еще можно разобраться. В общем, понятно, это одна, это другая. А если их стол, то уже проблема будет. Они так наложатся друг на друга, что пойди разберись. Ну, чем их больше, и чем они более похожи друг на друга, тем сложнее разбираться. Но все-таки их не так много на небе. И они имеют разную светимость, разную яркость, разный поток излучения. И вот вы видите, это такая кодированная маска. И вот здесь кодированная маска. Это гамма-телескопы, которые все-таки позволяют хоть как-то расшифровывать. Ну, грубо говоря, интегральная картина получает, суммарная картина на детекторе. И нам надо обратную задачу решать, расшифровать ее. Какое положение источников на небе может нам, заранее мы знаем маску кодированную, ну, как говорят, вот интеграл-свертка с известным ядром, подинтегральным. Надо, зная интеграл, расшифровать подинтегральное выражение. В общем, задача более или менее решается. И только так ее пока и умеют решать. Вот эти телескопы, они очень тяжелые всегда. Гамма-телескопы, потому что хотя бы вот эта вот плита весит очень много, но она не должна, она должна тень, гамма-тень отбрасывать. Значит, в каких-то местах она не должна быть проницаема для гамма-квантов. А потом сам детектор тоже немаленький. Если он будет тоненький, гамма-квант пройдет, вообще не заметит, то не остановится, там следа не оставит. В общем, все это тяжелое оборудование. Первым гамма-телескопом, первой гамма-обсерваторией, скажем так, был вот этот очень массивный спутник гамма-ареи обзора 3, американский, насовский. Ему дали имя Камптона, физик тот самый. И он летал около 10 лет. Вывели его на орбиту с помощью шаттла американского. Весил он тонн 15 или 17. Вот эта вот штуковина весила. Постепенно группа собирается. И в конце концов работа его закончилась, и он сошел с орбиты. Ну, представляете, такая компактная, плотная штуковина падала не весь куда. Управлять ей было невозможно. Но упала она частично на Австралию, никого не повредила, и до сих пор австралийские аборигены собирают ее кусочки. Но это было очень полезно. Был полезный эксперимент. Самый продвинутый гамма-телескоп сейчас летает. Это телескоп Ферми. У него немножко иная система регистрации. Искровая камера. Это уже не маска кодированная, а вот такой набор металлических тоненьких пластинок. Между ними высокое напряжение. А пространство все заполнено газом. Когда гамма-квант туда врезается, он прошивает эти пластинки, вызывает такой поток вторичных частиц. Он же мощный. При столкновении с ядрами атомов рождается просто лавина заряженных частиц. Там и частицы, и античастицы. Тут написано электроны, позитроны. И они в газе вызывают разряд. Но где он происходит? Когда частицы попадают, зазор между двумя пластинками, то только там и происходит разряд. Ну, потому что высокое напряжение и разреженный газ, как в трубке Гейгера. А сбоку это все фотографируется. И с этого направления, и с этого, с двух. И по направлению вот этого разряда, ну, искры, вот этой вот сложной искры, можно понять, откуда, с какого направления пришел гамма-квант. Потому что сохраняется его механический, ну, импульс сохраняется, и все частицы летят туда, откуда пришел гамма-квант. Ну, а дальше все это поглощается в таком колорифере, и измеряется полная энергия гаммы-кванта. Так что вы и направление, и энергию меряете. То есть, в общем, все, что можно от него получить. Тоже массивная штуковина, но он летает уже довольно давно и очень хорошо работает. И вот его, ну, какие-то достижения, да? Гамма-пульсары, рентгеновские пульсары он смотрит. И с его помощью вся полная карта неба в гамма-диапазоне составлена. Ну, конечно, главные источники вблизи нас, то есть это галактический диск. Поэтому и рисуют гамма-квант. Гамма-кварт, карту в галактических координатах, где экватором служит плоскость Млечного Пути. Ну, потому что там пульсары, аккрецируют всякие высокоэнергичные источники. Но не только. Есть какие-то далекие объекты, но очень мощные. Вот Блазар, ну, то есть активное ядро галактики. На этой карте она тоже. Ну, можно сказать, что вот все, что лежит за пределами полосы Млечного Пути, как правило, это далекие вне галактические источники. Вот карбовидная туманность с ее пульсаром, но он близко от нас находится. Геминга тоже нейтронная звезда. И вот оказалось, что именно обсерватория ферми сделала очень интересное открытие. Когда все убрали плоскость Млечного Пути, понятно, с ней трудно разбираться, там мешанина, и можно посмотреть, а что там за пределами ее. Убрали вот эти известные источники. Остался такой вроде бы слабый фон, но с явной симметричной структурой. То есть стало ясно, что это реальный объект. Вот эти вот две огромных, ну два огромных таких уха, симметричных относительно центра. Центр галактики, как всегда, в центре этой карты здесь. То есть над центром в северное и в южное полушарие поднимаются две области гамма-излучения. Откуда они? Ну, достаточно очевидно, что это области, я бы сказал, такие объемы в пространстве, заполненные горячим газом. Значит, над плоскостью галактики два огромных объема, заполненных горячим газом. Если бы мы смотрели на галактику с другого ракурса, мы-то смотрим от Солнца, но если повернуться на 90 градусов, Солнце было бы где-нибудь вот тут, вот на таком расстоянии от центра. Ну, мы смотрим прямо и видим их перед собой. Что это такое, достаточно ясно. А вот как это произошло, пока непонятно. Ну, можно это все красиво изобразить в виде художественного рисунка, но от этого понятнее не становится. Ясно только одно, что этот горячий газ как-то связан с ядром галактики. Но с какой бы стати он так симметрично относительно на него был расположен. Там, мы знаем, сидит черная дыра, но она тихо себя ведет. Сегодня от нее никакой активности, ну, почти никакой активности. Мы не видим, а это очень большая энергия заключена в этих горячих пузырях. И время их жизни не такое уж большое, ну, порядка там миллиона лет, может быть, 10 миллионов лет. Потом они остынут, если нет источника, который их подогревает. Значит, скорее всего, источником служила сама черная дыра, точнее говоря, окрестности черной дыры. Сегодня она тихо себя ведет, а, видимо, когда-то была более активной. Ну, как ее активность проявлялась, мы по аналогии с другими галактиками можем себе представить. Скорее всего, она разрушила какую-то одну звезду или несколько звезд, пролетающих мимо. Вокруг черной дыры возник диск газовый, аккреционный, и из центра этого диска били два джета, ну, то есть два потока горячего газа и квантов. Вероятнее всего, диск прецессировал, то есть менял ориентацию своей плоскости. По какой причине? Трудно сказать. То ли рядом массивная звезда была, но это маловероятно, потому что черная дыра у нас сама по себе массивная, там, пять миллионов почти масс Солнца, и рядом с ней нужен солидный источник гравитации, чтобы заставить аккреционный диск как-то так гулять. Непонятно, то ли сама плоскость галактики влияла, гравитация здесь довольно мощная, влияла на ориентацию этого диска. Так или иначе, скорее всего, прецессия вот этого вот двойного биполярного джета, она накачала энергию в... ну, это, конечно, не межгалактическое, ну, в галлогалактике, скажем так. Так, там разреженный газ есть, упирался этот джет, вот места, куда он упирался, его энергия рассеивалась и накачала вот эти вот горячие пузыри. Потом активность дыры отключилась, иссяк газ, который на нее падал, она что могла, поглотила, остальное выкинула, ну, а пузыри продал... там маленькая очень плотность, а при маленькой плотности газ долго охлаждается. Чтобы охладился горячий газ, частицам надо сталкиваться и излучать, вот они кванты света излучают, кванты гамма-диапазона излучают, и так и происходит охлаждение, но разреженный газ долго держит температуру, поскольку частицы редко сталкиваются. Вот так сегодня мы такую интересную информацию получаем из гамма-наблюдений. Есть специализированные спутники, первым из них был вот этот свифт, которые следят за быстропеременными событиями на гамма-небе. Ферми этого делать не умеет, он такие обзоры делает, за несколько лет карту составляет, а у свифта другая задача, и связана она с тем, что в середине 60-х годов, когда атомные бомбы уже были и у нас, и у американцев, и мы активно совершенствовали ядерное оружие, было желание производить тестовые взрывы в космосе. Это было бы, конечно, ужасно, хотя пару раз произвели американцы, мы этого не делали. Ну и надо было как-то запретить это и контролировать за этим запретом, и был подписан договор о том, чтобы не производить ядерные испытания в космосе, в атмосфере и в океане, ну там, где радиоактивные вещества могут расползтись и навредить нам. Единственное место, где разрешили проводить, это под землей, там взорвалось, там же и остается, обычно, иногда не остается. Но запрет надо контролировать, никто никому не доверял, и для контроля американцы вывели на орбиту несколько специальных спутников, которые следили за гамма-вспышками, потому что, когда атомная бомба взрывается или водородная, мощный взрыв и источник гамма-излучения ненадолго возникает. Это были спутники Вела, такие довольно примитивные спутники, они не понимали, откуда приходит гамма-вспышка, но поскольку их несколько летало вокруг Земли, по времени прихода к одному, к другому, к третьему спутнику, скорость света не бесконечна, можно было примерно оценить, где происходит взрыв. Вот полетели эти спутники Вела, и вдруг они стали регистрировать мощные, короткие, буквально короче секунды, гамма-всплески. А это как раз характерно для взрыва атомной бомбы. Маленький скандал возник, что кто-то взрывает в космосе атомные бомбы, но потом рассосался этот скандал, ясно было, что это не бомбы, но неясно было, откуда приходит гамма-поток. Приблизительно направлением, ну, очень грубо, ну, можем было сказать, что вот в этой области, там, 30 на 30 градусов примерно, оттуда пришел гамма-поток. Ясно, что это не Земля, и это уже успокаивало, но где это на небе, что это за источник, было непонятно. И вот 30 лет астрономы, астрофизики занимались тем, что пытались разгадать причину вот этих гамма-всплесков, гамма-барс. Но не удавалось, потому что они очень короткие, вспышка происходит, пока оптическим телескопом там огромную область неба обшаришь, все уже, ничего нет, никакой памяти об этой вспышке нет. Вот это одна из самых затяжных таких компаний была поиск оптических источников, оптических объектов, которые связаны с этими гамма-вспышками. И были попытки кое-что сделать, и в ГАИШе тоже были, но решил проблему вот этот спутник. У него гамма-диапазон фиксировался с кодированной маской, рентгеновские мягкие телескопы с фокусирующей оптикой, а это значительно точнее, можно на небе определить, откуда, и даже оптический небольшой телескопчик там был. Когда гамма-телескоп фиксировал сам факт гамма-вспышки и приблизительно указывал, где она произошла, туда смотрел рентгеновский телескоп, ультрафиолетовый, и они быстро-быстро уточняли, уже гораздо точнее определяли направление на объект. А самое главное, тут же сбрасывали информацию в интернет, и каждый ее мог использовать. И тогда появилось, начало создаваться несколько систем телескопов роботов, которые сидят в сети, следят за сообщениями свифта, и как только приходит алерт, то есть гамма-вспышка произошла, сразу же разворачивается в том же направлении. И тогда только удалось зафиксировать оптические, как говорят, послесвечения, то есть продолжение этого события в оптическом диапазоне. А значит можно спектр получать, а значит красное смещение определять, расстояние и мощность этой вспышки. Потому что были, вот я помню, гипотезы о гамма-всплесках были такие, начиная от того, что это происходит внутри Солнечной системы, кончая тем, что это происходит на космологических расстояниях, там где-то на краю Вселенной. Потому что все они были непонятно откуда, равномерно по небу разбросаны вот эти направления, откуда приходили гамма-всплески. А раз равномерно, значит, скорее всего, не из нашей галактики. Потому что в галактике все более или менее сосредоточено в диске. И все галактические объекты, они как-то показывают концентрацию к Млечному пути. А раз нет никакой определенной концентрации на небе, значит, либо это рядом с нами, либо это очень далеко от нас, но не связано со структурой галактики. Вот одна из таких систем телескопов-роботов, одна из лучших, наверное, на сегодняшний день это наша родная, Гаишевская, мастер. У нас много таких телескопов. Это лаборатория мониторинга космического. профессор Липунов руководит, и вы, наверное, все о ней знаете, и вот показывает просто, как на небе это можно отождествлять. И выяснилось, что это не все, наверное, потому что гамма-всплески разнообразны. Есть очень короткие, есть подлиннее, но вот те, которые подлиннее, скорее всего, связаны несколько секунд, иногда минут длится, вспышка, связана со взрывами сверхновых. Гамма-диапазон сам по себе пока еще мало информации несет, и, скорее всего, указывает на факт чего-то интересного, и приблизительно где это интересное произошло. И потом надо подключать телескопы других диапазонов, чтобы уже физическую информацию из этого вытащить. Вот, например, Свифт увидел вспышку в 2011 году, и она была необычная. Обычно вспыхнет что-то на гамма-небе, и все, больше ничего оттуда не повторяется. Одна вспышка, значит, звезда разрушилась, и привет. А тут, смотрите, бам-бам-бам-бам-бам, регулярные какие-то, ну, более или менее регулярные, с затухающей амплитудой, значит, что-то, конечно, не разорвало звезду в момент, она не взорвалась, а что-то такое несколько раз происходило мощное выделение энергии в гамма-диапазоне. Стало интересно. А ГРБ это гамма-рей-барст, вспышки, гамма-излучение, так они. Фиксируется год обычно, месяц, число, в общем, когда она произошла. Посмотрели туда, сначала рентгеновским телескопом спицер, Чандра, потом большие телескопы стали туда смотреть и стали уточнять, где это нашли галактику, потом Хаббл, телескоп Хаббл посмотрел на эту галактику, понятно стало, что это в центре галактики произошло, ну, и более или менее физика этого дела стала ясной, что это не взрыв был звезды, а то, что мы в нашей галактике наблюдаем, когда есть черная дыра в центре, вокруг нее звезды летают, я вам это показывал, и если одна звездочка приблизилась к черной дыре, то ее может приливная сила так деформировать, что даже сорвет с нее верхнюю оболочку, и этот газ выйдет на орбиту, некоторое время будет падать в черную дыру, нагреваться и производить эффект яркого гамма-свечения, а звезда, сделав свой полет по эллипсу вернется, ну то, что осталось от звезды, еще раз пролетит мимо черной дыры, уже ближе, с нее еще сорвет, потом еще сорвет, и так 3-4 пролета она может совершить, все время приближаясь к черной дыре, но пока ее полностью не разрушит и не поглотит, ну не полностью, а там частично не поглотит черная дыра, и каждый раз это будет вызывать всплеск активности, вот скорее всего такая интерпретация годится. Так что гамма-диапазон еще требует развития техники, чтобы мы научились все-таки картинки четкие в нем получать, потому что без помощи других телескопов он как-то пока не очень информативен, он дает целеуказания, а вот там что-то случилось, а теперь давайте другие телескопы разворачивать, чтобы они уже спектры и информацию оттуда получили. Космические лучи это совсем другая история, это не излучение, хоть они и называются космик рейс, никакие это не лучи, это элементарные частицы, название неправильное, прилипло к этому феномену космическому и до сих пор не отлипает и довольно сильно мешает многим понимать, что это такое. Ну вот люди далекие от этой тематики, они думают, что лучи какие-то приходят. Нет, это не лучи. Как вообще началась эта история? Когда в начале 20 века радиоактивность открыли, то стали измерять, а где же источники радиоактивности? Ну тогда не было каких-то счетчиков Гейгера, их позже создали, а был такой примитивный прибор под названием электроскоп. Я не знаю, в школе его демонстрировали или нет. Да? Такая прозрачная банка, в которую металлический стержень воткнут, и там лепесточки из фольги на конце. Если вы эбонитовую палочку потрете и заряд на эту палочку отпустите электрический, ну листики разойдутся, они одноименно заряжены. Но потом люди стали обращать внимание, что вот стоит электроскоп, а листики постепенно опускаются. Что это значит? Это значит, что электроскоп подтягивает к себе из воздуха заряды другого знака и нейтрализует свой электрический потенциал, электрически заряженные частицы. А откуда они берутся? Вообще-то долго им не жить, они всегда найдут партнера и нейтрализуются. Значит, постоянно происходит ионизация воздуха. Ну и оказалось, что вот с электроскопом, помещенным у поверхности Земли, вы можете измерить поток радиоактивности, который поддерживает свободные заряды. Ну раз вы на Земле, начнем откуда-то вот оттуда из-под Земли идет, ну и понятно было откуда. Радиоактивные вещества, там уран и всякие другие, тори, и они, они же под Землей, вот оттуда и выходит радиоактивность. Давайте смотреть, что будет, если мы начнем удаляться от Земли. Берем электроскоп, идем в горы, смотрим, постепенно фон радиации падает. Вот если подниматься в горы, то он будет постепенно уменьшаться, там полкилометра, километра. А дальше? А дальше надо было уже лететь. Вот ГЕС, такой, кто он, по-моему, австрийский физик, он начал со своим электроскопом на аэростате подниматься. И выяснилось, что начиная с некоторых высот уровень радиоактивности, то есть ионизация воздуха повышается, хотя должна была бы падать, если бы единственным источником были только радиоактивные элементы в коре земной. Ну, вывод какой? Есть еще какой-то источник радиации там, наверху. И чем выше мы поднимаемся, тем он более ярко себя проявляет. Значит, он где-то там в космосе. Вот так были открыты. Но неясно было, что это такое, потому что в те годы открыли только факт, что радиоактивность может быть либо от частиц, либо от гамма-лучей. Ну, назвали их лучами, модно это было, космическими лучами, потому что из космоса. Но позже выяснилось, что это все-таки элементарные частицы протона и электроны. Сегодня мы их наблюдаем и довольно точно знаем, ну, по крайней мере, для части из них, знаем их происхождение. Они летят от Солнца, они летят от ядер галактик мощных, от нейтронных звезд и так далее. Первичными космическими лучами называют те частицы, которые из космоса попадают в атмосферу Земли. Ну, как правило, до поверхности они не долетают. Все-таки это большая толща воздуха и где-то они встречают ядро атома, ударяют в него, кинетическая энергия большая частицы, и она при ударе порождает целый ливень вторичных частиц. До Земли уже доходят, как правило, вот эти вторичные, рожденные в атмосфере Земли. Но если мы поднимем прибор повыше, туда, то, конечно, первичный там тоже можно будет зафиксировать. Причем они разные частицы, античастицы и те, которые стабильны, там, протоны, нейтроны, и те, которые нестабильны, там, меоны, например, они долетают до Земли, хотя иногда не должны бы долетать, но у них скорость литивистская, время в их системе координат тормозит, и они иногда могут долететь до Земли. ГЕС за это дело получил свою Нобелевскую премию, но исследования сейчас продолжаются. Их проводят и на борту космических аппаратов, если нам интересно, первичные, так сказать, неиспорченные космические частицы получить, и в атмосфере Земли, но, как правило, на вершинах гор, чтобы все-таки туда, поближе, потому что уже в нижних слоях атмосферы, даже вторичные, рожденные в атмосфере частицы, они тормозятся, и поток немножко замирает. Лучше всего где-то в горах размещать обсерватории, довольно много во всех странах у нас тоже есть, но либо внутри гор или под толщей океанской воды. А это зачем? А это за тем, чтобы отселектировать одни частицы, фильтр устроить. Атмосфера недостаточно хороший фильтр, а если внутри горы детектор поставили или на дне глубокого океана или озера, то туда прорвутся только какого-то определенного сорта космические частицы. Какого? Нейтрин, конечно. Да, нейтрин куда угодно прорвутся, а все остальные сквозь гору или сквозь километры воды не пройдут. Так что нейтринные обсерватории их делают где-то в глубинах. Вот это теоретический расчет, как умножается, а потом немножко затухает, поглощается атмосферный ливень, как говорят, широкий атмосферный ливень, инициированный влетом в атмосферу Земли одной, но очень высокоэнергичной частицы. Сначала размножаются они, но потом энергия каждого следующего поколения падает, все-таки делятся между большим количеством частиц, и они начинают поглощаться, но все-таки обычно до поверхности Земли что-то доходит. И вот видите, в разном месте в космосе, в стратосфере, на поверхности и под поверхностью можно изучать частицы разного типа. Кстати, еще недавно, сейчас они куда-то стали исчезать, но еще можно их встретить. тут вот на территории МГУ был разбросан большой детектор широких атмосферных ливней. Когда вы выходите из Гаиши вот туда в калитку в сторону метро, там вы упираетесь в такой домик с полукруглыми цилиндрическими помещениями на крыше. Видели? Это кафедра космических лучей. И от них провода расходились, наверное, сейчас еще расходятся, на большое-большое количество таких зеленых кабинок, метра три на два. И они на территории Гаиши раньше стояли, сейчас куда-то убрали. Даже на территории цирка, детского музыкального театра, в общем-то, примерно 2 на 2 километра площадь была заставлена этими кабинками. По-моему, некоторые из них еще функционируют, но большинство из них убрали. Это как раз детектор широкого атмосферного ливня, который позволяет на большой площади зафиксировать вторичные частицы и потом воссоздать, откуда и какой энергии прилетел квант. Если не квант, пока еще частица, но вообще говоря, довольно трудно отличить результат влета в атмосферу Земли элементарной частицы, протона, например, и мощного гамма-кванта. Почему? А квант тоже может поглотиться в атмосфере и вызвать ливень вторичных частиц и античастиц. Так что иногда это бывает действительно излучение, но очень высокая энергия, но чаще всего заряженные частицы. Самые высокоэнергичные можно фиксировать по их черенковскому излучению. Поглощается либо частица, либо квант гамма-лучей, рождает поток заряженных частиц в том же направлении, античастиц, а они уже порождают черенковскую вспышку, потому что заряженная частица, двигаясь со скоростью, больше скорости света в данной среде рождает электромагнитное излучение. Его достаточно поймать каким-то грубым концентратором, параболическим концентратором, даже из плоских зеркал маленьких составленным, и зафиксировать фотоэлектронными умножителями. Вот такие концентраторы. Кстати, у нас их стали делать первыми. Мы эту область тогда еще в Советском Союзе начали, насколько я помню, развивать довольно активно в Крымской астрофизической обсерватории. И сначала не такие довольно высокотехнологичные штуки использовали, а зеркала от старых прожекторов. Кончилась война, и освободилось довольно много прожекторов, которые для противовоздушной обороны используются. Самолеты летят, на них луч наводят, и если поймал, самолет в этот луч света, то его можно уже обстрелять. После войны довольно много таких двухметрового диаметра зеркал освободилось, и из них сделали вот такую систему для регистрации Черенковского излучения. Но они все-таки маленькие, потом стали делать из таких плоских маленьких зеркал, набранных в виде параболоида, а тут система фотоэлектронных умножителей, они смотрят на разные части этого коллектора зеркального и приблизительно могут сказать, с какого направления пришла эта вспышка Черенковского излучения. Сегодня таких много в мире, в Австралии, в Вежной, в общем, стоят они везде и довольно эффективно работают. У нас есть такие недавно в долине Тункинской закончили такое делать. Есть еще вариант, как можно обойтись без этих концентраторов. Вспышка Черенковского излучения. Если она падает на какой-то экран белый, то вы можете просто вспышку яркого пятна на этом белом экране зафиксировать, глядя на нее сверху. А белым экраном может быть, например, ровная заснеженная поверхность. Вот в МГУ вы на физфаке учитесь, а вот та часть физфака, которая к метро ближе. Знаете, что это такое? Там отдельный вход с торца. Во, да. Ну, там кафедра ядерной физики, институт ядерный НИАФ. И они придумали такую штуковину под названием сначала сфера, теперь сфера-2. На аэростате поднимают систему фотоэлектронных умножителей, которая смотрит вниз на белую поверхность заснеженную. Если приходит вспышка черенковского излучения, то ночью вы пятно такое яркое, вспышку на этом белом снегу видите. Ну, а где самый чистый снег? Понятное дело, где? Где? На Байкале. И поверхность ровная, тоже на Байкале. Ну, и вот там над Байкалом ночью, зимой. Дело в том, что на Байкале вообще физики много работают, а под водой Байкала есть нейтринный детектор, сейчас о нем поговорим, а раз уж там есть инфраструктура, то там же решили использовать вот такую штуку, потому что, ну, если летать над Подмосковьем, вы же понимаете, тут источников света столько и грязи столько, что не очень удобно это делать. А над Байкалом чистый снег, никто там не живет, на льду никто же не живет, не вспыхивает ничего, и можно вот таким образом работать. Говорят, очень эффективно получается у них это дело. Вот так он смотрит и оценивает яркость и направление вспышки. Аэростат привязанный, никуда он не улетает, ну, так, немножко колеблется. В общем, достаточно оригинальная вещь. Я не знаю, в мире, кажется, никто этого пока не повторил, но, может быть, кто-нибудь еще сделает такую штуку. Байкала-то нет ни у кого. Еще один вариант, пока не задействованный, но, может быть, в будущем мы его сможем использовать. Обратная сторона Луны. Она вообще привлекает давно сторона Луны, потому что, спрятавшись за Луной, вы не видите Землю. А это очень приятно, когда не видишь Землю, и с нее не идут всякие радиопомехи, оптические. В общем, загородившись от Земли, можно попытаться зарегистрировать какие-то слабые сигналы. Прилетает космическая частица, внедряется в лунный грунт, фактически происходит тоже вспышка Черенковского, только не оптического, радиоизлучения, оптика не выйдет, и радиоизлучение можно фиксировать спутником, который висит над обратной, либо пролетает над обратной стороной Луны. Лучше, если висит. И вот таким образом расчеты есть, но пока спутника такого нет. Может, когда-нибудь появится. Теперь из всех, вообще, космические лучи крайне интересная вещь, но просто об этом долго рассказывать не хочется, будут у вас другие преподаватели, которые детально об этом расскажут. Но, может быть, единственное, что надо сказать, из космоса прилетают такой высокой энергии протоны, в основном протоны, конечно, высокую энергию несут, электроны, ерунда, а такой высокой энергии, которую мы никогда не получим в наших ускорителях, никогда. Вот тут можно четко сказать, никогда. даже большой адронный коллайдер близко даже не подходит на много-много порядков. Даже очень большой, там, в Эрилач есть сейчас проект супербольшого адронного коллайдера, и он близко не подойдет к таким энергиям, как прилетают из космоса протоны. 10,20-й, 10,21-й электрон-вольт — колоссальная энергия. Если делать ускоритель, он был бы размером с Солнечную систему. Только у фантастов бывают такие вещи. Я сейчас читаю замечательную фантастическую книгу Люци Синя. Знаете такого писателя? Нет, китайского. Лучший фантаст нашего времени. Он там вскользь упоминает большой solar system light коллайдер. В фантастическом произведении есть большой адронный коллайдер размером с Солнечную систему. А на самом деле вряд ли мы его когда-то сделаем, да и незачем. Потому что космические лучи с такими энергиями сами приходят. Они редко приходят, поток небольшой. За все время зафиксировано несколько десятков таких протонов, но они есть, их можно изучать, они порождают совершенно безумной энергией вторичные частицы. Академик Зельдович говорил, что космические лучи это ускоритель для бедных. Но еще и для богатых тоже, потому что с любыми деньгами не получишь таких частиц. Но особая статья это нейтрино. Потому что мы смотрим на любую звезду только снаружи, а все интересное происходит у нее внутри. Там происходят термоядерные реакции. И чтобы с ними разобраться, надо, конечно, нейтрино фиксировать. Это в принципе возможно, потому что нейтрино крайне слабо взаимодействует с веществом. И спокойно вылетают сквозь солнце, вообще почти не поглощаясь, и летят себе дальше. Так что родившись тут, через 8 минут они уже мимо земли пролетают, и можно их попытаться зарегистрировать. Но раз они сквозь солнце проходят, не поглощаясь, естественно, они через землю, через нас через нашу аппаратуру тоже легко пройдут и не оставят никакого следа. Вы не чувствуете сейчас проходящие через вас нейтрино? Знаете, как много? Миллиард нейтрин каждую секунду через кончик вашего носа проходит, через квадратный сантиметр. А организм этого не чувствует, и приборы тоже. Но какие-то варианты все-таки рассматривались, и итальянский физик, который у нас работал, Бруно Пантекорво, он предложил вариант, как можно было бы хотя бы в принципе зафиксировать нейтрино. Атомы хлора, а точнее ядра атомов хлора, более других атомов склонны поглощать нейтрино. И поглотив, там происходит превращение протона в нейтрон, и хлор становится аргоном, радиоактивным 37-м изотопом аргона, который в принципе можно было бы попробовать зафиксировать. Но для этого очень много хлора надо и очень долго ждать. Но вот есть такая жидкость, которая почти, ну, газообразный хлор, он слишком разреженный, надо в жидком состоянии. Жидкий хлор очень опасно, это просто отравляющее вещество. А есть такая вот вонючая жидкость, но все-таки не очень опасная тетерхлор, ну, раньше ее называли перхлорэтан, сейчас называют тетерхлорэтилен по новой номенклатуре химической. В общем, вот эта вот жидкость ей в химчистках чистят. Вот если вы бывали в химчистках, там резкий запах такой стоит, это вот как раз оно. Первый эксперимент, ну, во-первых, первый эксперимент был, конечно, на Земле. Нейтрино открыли вблизи ядерных реакторов. Там такой поток огромный, что все-таки удалось его зарегистрировать на Земле. Но следом попробовали от Солнца зафиксировать нейтрино, чтобы проверить прогноз, а правильно ли мы представляем себе термоядерные реакции, текущие в Солнце. Мы знаем светимость Солнца, значит, можем посчитать, сколько там ядер водорода превращается в гели в секунду и какой поток нейтрино оттуда ожидать. Вот первый эксперимент. Реймонд Дэвис в глубокой шахте, какая-то старая золотоносная шахта, в Докоте, по-моему, там написано, в Докоте, заполнил огромную бочку, 400 тонн, тысяч тонн почти, этой жидкости и ждал, и вот представьте себе уровень этого эксперимента, вот я до сих пор не могу как-то в голове не укладывать, что это вообще можно сделать, 400 тысяч тонн жидкости, в ней в сутки рождается, вернее, превращается из хлора в аргон 2-3 атома, за неделю там, ну, два десятка атомов аргона должно родиться, дольше, чем неделю ждать нельзя, а то они там распадутся, и вот их оттуда надо вытащить и посчитать, из 400 тысяч килограммов вещества вытащить несколько десятков атомов, это у меня в голове это не укладывается, как это можно сделать, ну, вот, люди как-то, великие экспериментаторы это делают, они как-то пробулькивали не радиоактивным аргоном это дело, вытаскивали отсюда и тот, и другой, и радиоактивные атомы, и нейтрон, не радиоактивные, и считали, сколько там, по количеству распадов, сколько радиоактивных народилось, в общем, крайне тонкий эксперимент, и он показал, что да, есть поток нейтрино от Солнца, ну, вернее так, есть поток нейтрино, откуда, этот эксперимент не мог сказать, откуда, не знаю, откуда летит нейтрино, просто там оно в бочке вызывает превращение из хлора в аргон, но поток не такой большой, как предсказывала теория внутреннего строения звезд, примерно раза, там где-то, в общем, в три раза меньше ожидаемого, он долго проводил, вот, чуть ли не 20, 30, ну, там, 28 лет проводил этот эксперимент, и точность нарастала, а проблема не исчезала, фиксировался поток нейтрино втрое меньше того, что ожидался, и вот это уже те времена, когда я учился и работал, и очень хорошо помню, какое напряжение все это вызвало между физиками и астрономами, потому что физики нам говорили, так, что-то у вас с Солнцем не то, мы прекрасно знаем, что такое нейтрино, это безмассовая частица, которая, если где родилась, ни во что превратиться не может, у нее нет массы покоя, она летит со скоростью света, а значит, в ее системе отсчета время не течет, вот где она родилась, где поглотилась, это один и тот же момент времени для нее, как для кванта, вот он родился, поглотился, это для него один и тот же момент времени, потому что он летит со скоростью света, В его системе отчета время стоит на месте. Также нейтрина. А раз это безмассовая частица, ей просто негде, нет варианта превратиться во что-то другое. Безмассовые частицы ни во что не могут превратиться. Значит, сколько нейтрина на Солнце родилось, столько вы должны тут на Земле, ну, соответственно, поток такой получить. А их трое меньше прилетает, значит, у вас что-то не то в недрах Солнца. Пересчитывайте. И вот астрономы бедные мучились. Значит, а что может быть не то в недрах Солнца? В принципе, может быть. Смотрите, мы говорим так. По современной, понаблюдаемой сегодня светимости, мощности света, идущего от Солнца, мы рассчитываем поток нейтрина. Но что за свет мы получаем от Солнца? Мы его получаем с поверхности. Это те кванты, которые когда-то родились в недрах и постепенно, постепенно добрались до поверхности, а потом свободно полетели и через 8 минут были тут у нас. А нейтрина, родившись сразу через 8 минут у нас. Значит, сегодня мы получаем те кванты, которые давным-давно только родились в недрах Солнца. А поток нейтрина, который только что родился, а может быть они разные? А почему они могут быть разные? А вдруг Солнце переменная звезда? Вдруг оно пульсирует? И раньше оно не так ярко, не так мощно работало. Сегодня оно по-другому работает. И вот давайте думать, если пульсирующее ядро Солнца, значит, оно могло... Какое время занимает прохождение кванта из центра электромагнитного кванта на поверхность? Оказывается, очень большое, тысячи и тысячи лет. А может быть, тысячи лет назад тут была тишина, в три раза меньше выделялась энергия. И сегодня, ну, в общем, думайте. И вот мы думали, как могут, значит, пульсировать ядра у звезд типа Солнца, у самого Солнца. Что-то не получалось. Загоняли туда магнитные поля, чтобы они упругость какую-то создали и пульсации. Делали какие-то варианты моделей звезд, ну, модели Солнца с другой химией. Там химия другая, другие ядерные реакции идут. В общем, понастроили моделей, и все что-то не получалось у нас. Нет, говорили астрономы, ну, никак мы не можем подогнать модель Солнца, чтобы сегодня вот такой поток нейтрино был. А физики высокомерно говорили, нет, вы не знаете, как устроены звезды. Мы-то знаем все про нейтрино. Чем дело кончилось? Во-первых, надо было проверить, откуда эти нейтрино, правда ли они от Солнца. Для этого, ну, не только для этого. Ну, во всяком случае, для этого сгодился детектор нейтрино, который построили японцы. Супер Камиоканды. Ну, Камиока — это такая деревенька в Японии, рядом там старые шахты глубокие, и в них построили детектор. Огромная бочка, заполненная очень чистой водой. Чистой, в смысле, там нет радиоактивных примесей в воде, чтобы они не вызывали какие-то вспышки. Ну, идеально чистая вода, и все уставлено фотоэлектронными умножителями по внутренней поверхности. Вот то, что я вам показывал на прошлой лекции. Это вот три японцы на лодочке плавают. Ну, воду спустили, они обслуживают фотоэлектронные умножители. Потом, конечно, все это заполняется водой, и темнота там полная. Когда влетает нейтрино, оно может взаимодействовать с ядром водорода или кислорода, в общем, с ядром в молекуле воды, рождается электрон, и его движение в воде вызывает черенковскую вспышку. И, зная, откуда она пришла, детектор-то регистрирует, откуда вспышка, в каком направлении произошла. Мы можем сказать, откуда прилетела нейтрино. И вот, пожалуйста, за полтора года наблюдений они получили первый и единственный на сегодня портрет Солнца в нейтрино. Накопили достаточное количество эпизодов фиксации нейтрино и посмотрели на небе, откуда они приходят. Они приходили действительно все от Солнца. Это не значит, что мы там картинку Солнца получили. Смотрите, 90 градусов ширина этого кадра, а размер Солнца на небе полградуса. То есть диск Солнца тут такой малюсенький был бы. Но направление правильное, направление правильное, это было очень важно. Все нейтрино приходят от Солнца, но их мало. Следующим шагом было создание нового нейтринного детектора в Канаде, недалеко от Садбери. И он был заполнен, в принципе, как и японский, но заполнили эту прозрачную емкость дейтериевой, тяжелой водой. А дейтерий способен фиксировать не только один сорт нейтрино, которые рождаются на Солнце, электронные нейтрино, но и два других сорта. Мы знаем, что в природе есть три семейства элементарных частиц. С одним семейством мы хорошо знакомы протоны, нейтроны, электроны. Это все наше родное. А есть их аналоги. И у электронов есть два аналога. Это мю-частица и тау-частица. Как бы тяжелые электроны. Им соответствуют парные с ними виды нейтрино. Есть электронная нейтрино, она рождается одновременно с электроном. Мюонная и тау. И вот этот детектор в Садбери способен регистрировать все три типа. Устроен нам также акриловая бочка, сфера. Там тяжелая вода, а снаружи детекторы, фотоэлектронные умножители. И они смотрят прозрачно. Эта стенка смотрит, как там вспышки черенковские происходят. Вот так. Не внутрь воды их поместили, а снаружи от прозрачной сферы. Ну и что оказалось? Эта установка фиксировала полный поток нейтрино, и мионных, и тау, и электронных. И оказалось, что в сумме их приходят ровно столько, сколько должно рождаться на Солнце электронных. А из этого следовало, что электронные нейтрино способны по пути от Солнца к Земле превращаться в мионные и в тау. Но это было сногсшибательно для физиков и очень приятно для астрономов. Мы сказали, ну вот видите, мы же знали, как работает Солнце. Это вы не представляли себе, что такое нейтрино. Оказывается, ваша нейтрино, ну наша нейтрино, не летает со скоростью света. А значит, может превращаться во что-то другое. В данном случае вот в эти два сорта. А значит, у нейтрино есть масса покоя. Его можно остановить и взвесить. Вот с этим, с этой проблемой физики занимаются уже лет сорок, если не больше. А именно пытаются взвесить нейтрино. Эксперименты все более тонкими становятся. Мы уже знаем, что, например, электронная нейтрино весит. Ну, весит и в энергию мы всегда переводим. В граммах нет смысла. Имеет энергию покоя меньше одного электрон вольта. Это вообще ничего. Но, тем не менее, есть у него масса покоя. А никак не удается ее аккуратно измерить. У Тау и у Мионных тоже есть масса покоя, но там ограничения более грубые. Во всяком случае, нормальной теории нейтрино у физиков пока нет. И слава богу, они над ней работают. А толчком к этому было наблюдение нейтринного потока от Солнца. И то, что у физиков называется стандартная теория элементарных частиц, она очень много чего объясняет. Она неполноценна. В нее никак не удается встроить вот эти вот взаимные превращения трех сортов нейтринов друг в друга. Ну, их называют осцилляцией. Ну, в общем, это детали когда-нибудь. Кто будет этим заниматься, узнаете подробности. Значит, надо нейтринную астронфизику развивать. Как ее развивают? Делать большие объемы искусственного вещества затруднительно. Лучше использовать что-то в природное. Вот, например, опустить фотоэлектронные умножители в какую-то большую банку с водой природную. Например, на дно моря или на дно озера. Есть такие детекторы. Один, насколько помню, сейчас работает в Средиземном море недалеко от Италии. Другой пытались, но закончили или нет, я не знаю, в Тихом океане американцы. Но и там, и там не очень удобно. Потому что всякие рыбки, рачки плавают. Они имеют свойство вспыхивать в темноте. И такой вот шум создают для такой чувствительной светоприемной техники. Лучше ситуация на Байкале. Байкал холодный, там мало чего плавает, но все равно плавает. И у нас есть на Байкале нейтринный детектор, но он как-то так работает, но не очень. А вот надежным оказалось забуриться в лед. Там никто не плавает, там холодно, там он твердый. Но он дорого и трудно. Вот на Южном полюсе построили и продолжают его наращивать. Айскьюб, кубический километр льда на глубине 3 километра, используется как детектор нейтрино. Туда горячей водой пробили такие штольни и опускают цепочки стрима такие с фотоэлектронными умножителями, с шарами. И они прямо вмораживаются туда и уже навсегда. Но как вы думаете, а разве лед так уж прозрачен для света? Разве легко Черенковскую вспышку заметить, когда вы внутри куска льда сидите? Ведь мы привыкли к тому, что лед-то не очень-то он прозрачный. Он же такой молочный какой-то, да, он рассеивает свет. Но он там, конечно, чистый в Антарктиде, да. Но даже чистый лед, он не особенно оптически прозрачный. А дело вот в чем. При большом давлении, когда у вас тут несколько километровая глубина, при большом давлении мелкие пузырьки воздуха, которые делают лед таким матовым, молочным, они растворяются от давления. Они во льду, собственно, в массе замерзшей воды, растворяются в воздухе, и она становится однородной. Непрозрачность льда, она связана с большим количеством мелких пузырьков воздуха там. А на большой глубине лед на сотни метров прозрачный. Вообще, как идеальное стекло. Так что там можно на расстоянии, ну, по крайней мере, нескольких десятков метров друг от друга, а то и сотни метров, вешать эти гирлянды фотоэлектронных умножителей, и это дело реально работает. Причем принимают они нейтрино не те, которые сверху из космоса приходят, а те, которые сквозь земной шар проходят. Земля является хорошим фильтром для всех остальных частиц. И эти детекторы смотрят вниз и ждут черенковские вспышки оттуда, снизу. Ну вот, нейтринную обсудили. Теперь гравитационно-волновая. Так, время есть? Есть. Гравитационно-волновая астрономия. Самое последнее, что мы получили в свое распоряжение и начинаем развивать. Давно уже было понятно, что гравитационные... Ну, примерно 100 лет назад, да, когда теория относительности была создана, появился намек на то, что гравитация может волнообразным образом распространяться. Поскольку есть некая эффективная упругость у структуры пространства-времени, то можно волны по ней пускать. Кстати, не сразу это делал. Где-то к 30-му году только окончательно Эйнштейн и другие ученые сформулировали для себя теорию гравитационных волн. Как гравитационная волна может себя проявлять? Если у нас есть массивные объекты, и они движутся ускоренно, ну, например, обращаются вокруг общего центра масс, то искажение геометрии пространства-времени со скоростью света побежит. И вот если оно прибежит к нам, как мы его можем ощутить? Например, возьмем тут пылинки, разбросаем, и если волна идет сейчас перпендикулярно направлению экрана, то движение пылинок будет вот такой вот приливный характер иметь. Они не к источнику гравитации, не от него тронутся, начнут двигаться, а перпендикулярно направлению прихода гравитационной волны. Он такой тензорный характер, то есть в каждой точке, в одном направлении растяжения, в другом сжатия. Через полпериода меняется на 90 градусов эта картина. Ну, а раз так, то можно попробовать их как-то вот таким образом зафиксировать. Например, взять твердое тело и посмотреть, не вызывает ли гравитационная волна его колебания, деформации. Посмотреть, пораблюдать за деформацией твердого тела. Ну, у гравитационной волны может быть, как у любой, в общем, поперечной волны, две поляризации, либо такая, либо под 45 градусов. Ну, такая, понятно, через полпериода она сменится на растяжение перпендикулярное. А это вот мода самостоятельная. Под 45 градусов она никак с этой модой не связана. Ну, если приходит гравитационная волна, то тело будет деформироваться либо таким, либо таким образом. Ну, собственно говоря, нам-то все равно. Будет деформироваться. Как за этим проследить? Первый взялся за эту задачу американский экспериментатор, говорят, очень сильный, Джо Вебер. И он просто поступил. Взял цилиндры алюминиевые, подвесил их на струнах. Вот тут у него такая система, как сказать, демпферов, гасящих всякие колебания пола, чтобы шаги человека, грузовиков на улице и так далее погасить. И на струне такой подвесил эти цилиндры. Вроде бы они ничего не касаются, да, и никакие колебания на них не передаются. И обклеив их пьезокристаллами, стал ждать, когда они вздрогнут кристаллы. Значит, свойства пьезокристаллов все знают? Какой? Каким? Физическим? А? Как это называется? А? Как это свойство называется? Ну, оно так и называется пьезоэлектрическим, да? Это многие, ну, пьезокристаллы одни, так, хорошо ориентированная решетка у них. Если мы начинаем изгибать кристаллик на разных его, на противоположных гранях, электрические потенциалы, плюс и минус возникают. В другую сторону изогнем, ну, в другом направлении. А наоборот, если мы подаем электрические потенциалы, кристаллик начинает изгибаться. Помните, знаете, часы электронные? Вот так и устроено. Ну, если у кого проигрыватель для виниловых дисков есть, там в тонарме, вот в этой палочке, иголочка касается пластинки и передает колебания на пьезокристалл, а он электроимпульсы посылает на усилитель. Вот он обклеил и на усилитель подал эти сигналы с них. И что выяснилось? Болванка трясется все время. И сначала ему показалось, что это действительно гравитационные волны приходят, и он их регистрирует. Но потом выяснилось, что нет, это не гравитационные волны, это шум, связанный с далекими землетрясениями, с близкими грузовиками и прочими сотрясениями. Пола все-таки тут недостаточно хорошо гасились эти колебания. И когда уже все было идеально сделано, просто с колебаниями атомов в этой болванке. Она теплая, есть тепловые колебания решетки этого твердого тела, и они создают такой фон, который не позволяет заметить слабые гравитационные волны. Хотя Вейбер несколько раз утверждал, что вроде бы он фиксирует гравитационные волны, но никто ему не верил и правильно делали, потому что действительно чувствительность такой вот штуковины недостаточно высока, чтобы их регистрировать. В общем, первый эксперимент был неудачный. Они продолжаются. Такие эксперименты не закончены. Просто надо ослабить тепловые колебания атомов в этой болванке. Для этого их помещают в криостату. Вот современные такие твердотельные детекторы гравитационных волн. Это большой сосуд Дюара, где все залито жидким гелием, и там вроде бы атомы остановились, и может быть такой прибор. Кстати, у нас в ГАИШе тоже нечто подобное мы сделали. Вот там ангар стоит такой, в нем это все делали, а теперь отвезли в Баксанское ущелье, в нейтринную штольню. Вы побываете, я надеюсь, в ней, когда на практике будете. Там нейтринный телескоп под горой, и там же мы поставили свой гравитационный волновой, ну, прообраз его пока, это экспериментальная установка. Но пока ничего не получается, ни у кого твердотельные детекторы не работают. Но возникла другая идея, и она себя оправдала. Сделать лазерный детектор. Ну, вот тут так. Ну, ладно, посмотрим сюда. Если лазерный пучок разделить на два направления и отразить от зеркал, свободно подвешенных, незакрепленных, то с прихода гравитационной волны зеркала начнут туда-сюда ходить в противофазе, и длина этих плеч вот этой системы, а это не что иное, как интерферометр Майкельсона, то есть лучи разбежались, а потом вернулись обратно, сложились от полупрозрачного зеркала, и вы фиксируете результат интерференции. Картинка интерференционная, два луча пришли и складываются каким-то образом. То может быть картинка дрогнет, если все это вот начнет колебаться под действием гравитационной волны. Почему такая система показалась более выгодной? Потому что гравитационная волна, ее амплитуда зависит от размера установки. Как любое приливное влияние, оно зависит от расстояния между точками, между которыми вы меряете разницу гравитационных сил, ну и там искажение гравитационного поля. Если они близко, то в одном месте все одинаково. Если они далеко друг от друга, и чем дальше, тем сильнее, больше разница гравитационных ускорений. Это нормально, мы с приливами это хорошо знаем. Вот так работает, так устроен в примитивном таком виде лазерный гравитационный волновой детектор. Чтобы не делать слишком длинные вот эти плечи, там не много-много километров, а ограничиться несколькими километрами, подвешивают два зеркала. Одно в начале пути, другое в конце. И заставляют луч многократно проходить между ними, чтобы накопить разницу, накопить большую длину прохода. То есть одно из них полупрозрачное, второе полностью отражающее. И тут луч может метаться несколько десятков раз, до трехсот раз. Сейчас сделаю. Потом часть его выходит сюда и попадает в приемник. Это то, что называется интерферометр Фабри-Перо. Будете тоже проходить его. Мы его используем в телескопах. Когда расстояние довольно большое между пластинками, луч многократно его проходит. По сути, это два интерферометра Фабри-Перо в перпендикулярных направлениях размещенные. Ну вот, сейчас будет двигаться. О, двигается. Ну, примерно так это должно было работать с приходом гравитационной волны. и работает. Правда, тут не совсем правильно сделано. Ну вот, зеркала движутся, а тут-то... Ну вот, что сделали, то сделали. А где работоспособные? Пока их только три. Сейчас заканчивает четвертый в Японии, но пока только три таких аппарата функционируют. Вот этот в Италии, на севере Италии, и два более масштабных Соединенных Штатах. В Штатах они расположены в разных частях страны. Один на севере, на северо-западе, вот в штате Вашингтон, другой на юго-востоке, в Луизиане. Ну, они похожи друг на друга. Плечи у них по 4 километра, у того и у другого. И там раз 300 туда-сюда пробегает луч света. Так что получается много тысяч километров длина пробега. Ну, выглядит там примитивно, конечно, вакуум. Ну, сначала там просто защита бетонная, внутри вакуумная труба. И там вакуум, кстати говоря, рекордный вакуум, достигнутый на Земле. Вот там труба откачана так, как ни в одной другой физической установке до сих пор не удавалось откачать до такого низкого уровня. Супер-супер низкий вакуум. Ну, чтобы луч света, многократно пройдя эту трубу, не испытал никаких преломлений больше. Это немецкий детектор заканчивается, в Японии делают. Ну, работают два американских. Пока вначале работали, к ним подключился потом Вирго итальянский. Ну, в Австралии, я не знаю, в каком состоянии он. Что-то там хотели сделать, но не знаю. Вот в разных точках. Вот эти два оказались первыми и самыми удачными. Их долго очень делали. Несколько этапов было. Сделали, посмотрели, ничего не функционирует. Улучшили, посмотрели, ничего не функционирует. Вот где-то лет 15 его улучшали, пока довели чувствительность до такого уровня, что он наконец-то стал регистрировать гравитационные волны. Впервые это произошло в сентябре 15-го года, 14-го сентября, когда оба детектора, а их смысл-то в чем? Они, конечно, все время шумят. Но если они, находясь в разных концах страны, одновременно одинаковый сигнал прописывают, значит, велика вероятность, что это не случайный шум, а все-таки гравоволна пришла. И вот они прописали одинаковый сигнал, красным и синим, тут они показаны, ну, с учетом шумов, они, в общем, очень похожи. И, главное, смысл виден. Амплитуда нарастает, нарастает, частота увеличивается, и все прекращается. Значит, совершенно очевидно, что произошло. Два объекта вращались по орбите, ближе, 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 стукнулись и слились. Вот общая картина такая. Но полгода это открытие не публиковалось, не афишировалось. Такая уникальная ситуация в науке. Полгода скрывать научное открытие такого нобелевского уровня. Они ничего не боялись. Конкурентов-то не было. На Земле были только два вот этих гравитационно-волновых детектора, так что никто другой просто не мог бы повторить или раньше их опубликовать. Но главное, что проверяли, насколько это все соответствует действительности. То есть надо было создать модель объекта, просчитать ее и сравнить ожидаемый импульс с тем, что было принято. Но в конце концов убедились, что это две черных дыры, каждая с массой порядка 30 масс Солнца, обращались по орбитам, сближались и слились. Причем была насчитана большая библиотека ожидаемых сигналов слияния черных дыр разной массы, нейтронных звезд, белых карликов, и вот подошла как раз точно по картинке подошел вариант слияния двух черных дыр. Ну тут условно так это показано, вот там две черные дыры, а под ними нарисована экипотенциальная поверхность их гравитационного поля. Одна гравитационная яма соответствует этой дыре, другая. И видите, время полсекунды осталось до их слияния. Ну тут замедленно все, да? Ну тут показано, как нарастает амплитуда сигнала гравитационно-волнового нарастает частота, они сближаются, и орбитальный период сокращается, а поле искажается все сильнее и сильнее. Сейчас когда одна десятая доля секунды еще замедлится, или когда одна сотая будет сейчас. А, вот две сотых осталось секунды, замедлили картинку, а то мы просто не успели ничего увидеть. Амплитуда гравитационного потенциала растет рядом с ними, ну и все, и привет. Они коснулись друг друга, там еще будет парочка таких переколебаний, и вместо двух черных дыр получается одна суммарная масса, но не совсем суммарная. Вот как вы думаете, масса, ну и гравитационный импульс ушел со скоростью света. А масса получившейся черной дыры больше или меньше суммы масс тех двух? Меньше. Конечно, меньше. Потому что часть массы превратилась в энергию гравитационного излучения и улетела, и прилетела к нам. А, значит, вот, вот, и когда уже они коснулись, вот эти вот два-три оборота, самые быстрые, а мощность гравитационного излучения зависит от частоты вращения орбитального в шестой степени. Там страшная степень, это квадрупольное излучение. И вот сразу растет амплитуда, а потом почти круглая дыра, и все, уже один шум остается. Ну, вот так это можно посмотреть. Видите, тут, если аккуратно приглядеться, сложен численный расчет в рамках общей теории относительности, и на него наложен сигнал принятый. И они совпали идеально. Ну, и люди убедились, что да, это гравитационная волна. И в начале 16-го года опубликовали это открытие. Как раз было столетие общей теории относительности, одна в 1916-м была опубликована. Ну, и красиво так, подарок к столетию. В общем, идеально, как просто по сценарию все получилось. Ну, это, в общем, как на одном детекторе, как на другом детекторе. Частота и амплитудно расстали, все понятно. Вот эти трое получили за открытие Граввова-Нобелевскую премию 17-го года по физике. Ну, а Вайса и Бериша я как-то, ну, только имена знал. Они экспериментаторы, они работали вот с аппаратурой. А Кепторн вообще наш человек родной. Он тут с 70-го года, вот мы пока учились в аспирантуре, там работал я здесь. Он постоянно приезжал сюда, молодым начинающим астрофизиком, учился в группе Зельдовича, много раз тут был в командировке, у Владимира на физфаке, у нас в ГАИШе. И это, в общем, такой наполовину наш, наполовину американский, можно сказать. Теоретик очень хороший, ну, вы его знаете, да, интерстеллар он. Да он много чего. Кстати говоря, не раз он участвовал научным консультантом очень хороших фильмов. И каждый раз работа над фильмом как-то продвигала его науку. Вот Ворум Холл, кстати, как это, Кротовы и Норы, да, знаете? Так это тоже было связано с литературным произведением и с фильмом «Контакт». Кто видел фильм «Контакт»? Правда, хороший фильм. Я его очень люблю. Ну, а потом «Интерстеллар» тоже ничего. Ну, вот втроем они получили премию, просто потому что больше, чем троим давать нельзя. На самом деле, над этим проектом работало, ну, где-то полторы тысячи физиков. То есть, прямо были заняты, зарплату получали за это дело. Из них много физиков наших. Вот группа Брагинского, это физфак. А группа Академика Сергеева, это Нижегородский институт. Экспериментальной прикладной физики. Брагинский — это математические методы, как из-под квантовых флуктуаций вытащить значимый сигнал. Ведь представьте себе, вот я говорю, зеркала подвешены, они начинают колебаться, и вот так вот развожу руками. Знаете, какая амплитуда колебаний этих зеркал? Тысячные доли атома. Тысячные доли не атома, протона. Атом от 10 минус 8 сантиметра, а протон от 10 минус 13 сантиметра. А колебания, там амплитуда колебаний относительно 10 минус 21, значит, умножить на 4 километра, в общем, получается, тысячные доли размера протона. Вот это еще хуже, чем этот нейтринный эксперимент у Дэвиса. Как вообще можно представить, измеряется тысячная доля размера протона, колебания вот таких здоровых 50-килограммовых зеркал. Фантастика. Там просто квантовые флуктуации сильнее. Но Брагинский и его группа научились математически вытаскивать из шумов значимый сигнал. А группа Сергеева, он сейчас президент Академии наук, это источники мощного лазерного. Там очень мощные киловаттные лазеры. И не просто источники, а такие приборы, которые сжимают лазерный луч, ну, цук лазерных лучей до пикосекундной длительности. Иначе там расползет все. В общем, лазерная техника это Сергеев, а математический метод Брагинский. Ну и вот все открытия, которые как-то связаны с обнаружением гравитационных волн. По крайней мере, черные дыры после этого уже никто не сомневался, что они существуют. Потому что источником этого были черные дыры. Значит, первый эпизод это сентябрь 2015 года. И потом пошло, пошло, пошло. Потом были перерывы. Вот тут был перерыв. Детектор немножко перенастраивали. Потом после 2017 года до 2019 был перерыв. Тоже улучшали качество детектора. Сегодня вы, если войдете в Википедию, посмотрите gravitational waves, там таблица уже десятки, много десятков эпизодов регистрации гравитационных волн. Но вот это вот было еще одним суперинтересным событием. Тут все black hole, black hole. Это же чистая гравитация. Ничего кроме гравитационного излучения мы ожидать не можем. Слились две черные дыры. Что там может быть? Только гравитационные... Кстати, расстояние, посмотрите. Мега-парсеки. То есть это дико далеко от нас. И в момент, когда происходит вот это вот, вот это вот, последние вот эти вот колебания гравитационного поля, оказывается, что это самые мощные источники излучения во Вселенной. В течение сотой доли секунды энергия в виде гравитационного излучения превосходит все остальное вообще в природе. Поэтому детекторы наши шелохнулись. Ну хорошо. А вот это что такое? Кто с кем... Да, это впервые зафиксировали слияние нейтронных звезд. Массы их не так велики. Видите, тут по 30, по 20 масс Солнца. А тут там полторы... Ну у нейтронных звезд не может быть больших масс. Полторы-полторы массы Солнца. Ну и поэтому расстояние не такое большое. Просто на более далеком мы бы их не заметили. Но сам... Ну ладно, смотрите картинку. Что происходит? Слились две нейтронных звезды. Ну ладно, красота. Слились две нейтронных звезды, а сумма их масс превзошла то, что называется предел Чендерсикара, когда там уже не может тело себя удерживать от коллапса, превратились в черную дыру. И гравитационное поле шелохнулось, и мы приняли импульс гравитационно-волновой. И вещество реальное, нейтронные звезды, это же реальное вещество, нагрелось, взорвалось. Видели там нарисованный джет? Наверное, так оно и было. Ну, по крайней мере, рисунок хороший. И эта вспышка, ее можно было зафиксировать в радио, в рентгеновском, в общем, во всех возможных диапазонах электромагнитного излучения. И она реально была зафиксирована. И в том числе одним из первых, нашим мастером. Ну, и еще в мире другие телескопы тоже это зафиксировали. И мы много чего узнали о нейтронных звездах, о том, какие химические элементы, там спектр был получен. Теперь мы знаем, где золото рождается. Вот вовсе даже не во вспышках сверхновых, там, массивных звезд, а при слиянии нейтронных звезд. То, у кого есть золото? Ну, в каких-нибудь малых количествах. Вот, цепочка висит? Да, цепочка висит. Чего? Да, контактики там. Да, контактики позолоченные. Вот. Так это золото вот в таких безумных местах рождалось в основном. Ну, детекторы. Надо же кончать. Значит, твердотельные детекторы, это по-прежнему интересное направление гравитационно-волновой астрономии. Почему? Вот эти зеркала большие в лазерных детекторах, они быстро не могут колебаться. У них собственная частота небольшая, поэтому они могут, ну, там, сотую долю секунды отработать, но килогерцы они не отработают. А в природе могут быть быстрые процессы излучения гравитационных волн, когда надо с килогерцевой, со звуковой частотой дорожать. А твердотельные детекторы это могут. Ну, это прообраз, но, видимо, будет он более крупным. Шар, а он подвешен на очень сложной системе демпфирования, чтобы никакие колебания там посторонние не мешали. Ну, естественно, в жидком гелии. В общем, такого сорта детекторы тоже растут. Но хочется еще и очень длинноволновые колебания научиться регистрировать. И для этого нужен очень большой гравитационно-волновой детектор. И есть проект космического. Три спутника меряют между собой расстояние лазерными лучами. 5 миллионов километров. Соответственно, расстояние огромное, значит, нечувствительность будет очень большая. Разница поля тут и тут будет велика. Но это дорогая штуковина. Пока в полной мере ее не создали. Значит, пока есть только, ну, вот ее ЛАЙЗа хотят назвать. Лазерный спейс-интерферометр. А ИЛАЙЗа, это европейский такой пробный, уже летает. И вроде как хорошо работает. Ну, хочется в полноценном. Как он будет летать? Эти три спутника, по сути, они будут летать по орбите Земли. Но у каждого немножко наклонена будет орбита к плоскости эклиптики. То есть период тот же, что у Земли, а наклон немножко иной. И они будут двигаться вот так. Ну, синяя точка — это Земля, она по эклиптике бегает. А эти будут сопровождать Землю с тем же периодом, сохраняя взаимное расстояние между собой. Ну, вот, немножко под разным наклоном будут орбиты. И когда придет гравоволна, они дрогнут, ну, и будут нам сообщать об этом. Можно и другие варианты предлагать. Например, Луна-Земля — тоже хорошая система, большое расстояние. Ну, правда, не миллионы километров, но там 400 тысяч километров. Если мы между Луной и Землей будем точно мерить расстояние, тоже интересный гравитационно-волновой детектор будет. Так что космические, они, конечно, перспективны, но пока дороги. Все, все остальное читайте в учебниках и в этой книжке. На сегодня хватит.